всем привет с вами снова клейтон и флойд добрый день продолжаем обзор матча полуфинала кубка наций по риму второму 2020 олег против сафада это у нас 4 бой пока что у нас ведет со счетом по 1 олег вернулись они на карту из первого боя да я сейчас уже не вспомню да по моему до 2 2 это 2 после пирамиды включен замедленную скорость 446 посмотрим составы но я вот что хочу сказать олег здесь сделал упор все-таки на обилку на воодушевление командир вашем бою состав он по моему не изменила вообще то есть 4 тяжелых 4 всадника 2 экстра динара 1 левиз у нас центре три болиара выдвинуты один три ари с правого фланга 3 вигила все как он любит однако горд и вакатов которая в центре 4 легионера по двое по флангам с каждого что взял сафада сафада так на этот бой видимо состав по ходу изменил у него могучие всадники три отряда три германских наемных разведчика присягнувшие в количестве трех также у него есть свирепые мечи два отряда кельтская проща три штуки крестьяне новобранцы количестве трех и три брата копейщика в лесу запрятаны ну занял позицию у нас сафада в лесу включим обычную скорость 408 по таймеру видно что бой довольно короткий страну до 4 минуты остается и интересно что тут вообще было заруба раш на раш я думаю баш на баш на раш ну сафада проигрывает сейчас один-два то есть получается олегу осталось один бой выиграть чтобы попасть в финал ну вот смотри заводит он опять конных разведчиков в тыл да причем как-то ну далеко он берет конечно можно было бы уже подвести сразу не хочет попасть фокус проще то есть как бы зачем ему это лишнее да я сделаю заход вот у нас стоит стоит и все вот он остановил ее подвинул зле надо пошел вперед смещается он на правый фланг кстати в принципе это хороший выбор для него что триарий допустим стоит да 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 именно именно ими он правый фланг хочет задавить крайнем случае тут есть еще пролесок до в которую можно будет поставить прощу там если что отбегать придется но олег не двигается спокойно работает прощой до сделал несколько залпов вот разворачивается сафада и решил ударить прямо то есть без смещения ну и заводит германских германских разведчиков с одной стороны с другой стороны да уже так скажу накидывает покойницу да и отбегает пехоты по центру поступает могучие всадники врезаются в когорты локатов задевает еще болярцев братья копейщики входят следом на правом фланге братья копейщики стоят пропускают чаш легионеров нет пропуская чашу он все-таки в разведчиков да здесь и присадники поймали их да поймал он все таки один отряд так олег тут сам легионером пошел вперед в него могучие садники врезались въехали свирепые мечи включили обилку неистовство но какой-то сумбур в действиях сафада он не всеми войсками сразу то есть ходит постепенно водит олег две конницы заворачивает справа о фланге ну вот видел вот этот это вообще конечно в каре стоящий с левого фланга до от олега короче прикрытие великая выводит свою конницу олег сафада тоже выводит то есть пехота рубится ну пока что пристегнувшие вроде когорты лаката в центре перерубают экстра диана ра очень хорошо в крестьянин от новобранцев ехали сейчас наверно будет пациенту протаскиваться нет выводит он их выводит потому что могучие садники хотя там отомстить прожата обилка выше стяг но защиту ближним бою уже остается минута боя ну как это они за минуту тут все разрубили вот левиса извиняюсь были акции сделать один зал по могучим садика могучие садики в них уехали сейчас наверно разгонят но опасно слушай вот это кстати опасно как-то совершенно непонятно то есть экстра диана разъезжает в тыл пристегнувшим генеральский отряд сафада всадники добираются до прощей ну теряя садики теряет олег о извиняю сафада своих кельских прачников пехота в центре проседает да генерал скоро будет убит мне кажется что просто но видимо сафада посчитал что проигрывать здесь признает он поражение победа остается за олегом получается да и что то как то вот второй бой подряд да олежка ты нам скажи ты там подкупил народ но другого я варианта не вижу но по большому счету у сафада опять же таки короче полно еще войск ну чё признавать поражение но в предыдущем бою еще можно сопротивляться здесь но в принципе тем более то есть еще три конницы оставалось и предостаточный присягнувшие еще живые то есть могли драться странно очень странно но решение его то есть не знаю как судить олег выигрывает со счетом 3-1 и выходит финал можно поздравить здесь даже вот говорить что-то вот очень тяжело потому что ну да вот присяга я вижу там девяносто один человек и это у нас по моему чемпион да в этом бою девяносто один человек ну да еще от принципе пол отряда даже больше половина отряда остается не удается из боя в бой сафада реализовать своих германских всадников он дал лучше отыгрывает мне кажется сафада признал поражение потому что у него меньше конница оставалось то есть у него остался германский всадник один то есть наемный до целый один побитый и один могучий всадник то есть а у олега вся конница практически жива то есть у него вся конница и осталась жива да и все три стрелка с одной стороны да то есть мы могли бы уже показать нам кровопролитную битву до последнего да конечно почему нет что это такое бой в четыре с половиной минуты но не стал сафада затягивать признал поражение досрочно его решение то есть я так лично него никак не могу судить получается сафада у нас поборется за третье место а олег уже выходит финал будем смотреть финал да дмитрий с учетом того что у нас лэндон разобрал асерера а олег разобрал сафада то у нас встречается лэндон то есть у нас нерви и снова противостояние против нерви да очень интересно будет и будет интересно посмотреть как лэндон будет противостоять олегу все таки и я тихо надеюсь но в конце концов то надо уже как-то олега двигать с первых места и если он сдвинет ну не знаю я буду рукоплескать в этом вопросе спасибо всем кто смотрел обзор этого матча подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии что-нибудь еще добавишь дмитрий но я не знаю комментируйте критикуйте то есть нашу работу в большинстве своем понравилось ли вам не понравилось может быть где-то там какие-то звуки увеличить какие-то уменьшить потому что мы ориентируемся на вас как на зрителя то есть исходим из того что говорите вы а тогда как как когда нет комментарий под видео то кажется все идеальным и мы начинаем расслабляться корректируйте да корректируйте пишите отзывы всем спасибо кто смотрел всем пока